Всем привет, с вами СкайТоп. Смешанным боевым искусством или ММА менее 30 лет, но за это время этот вид спорта завоевал огромную популярность во всем мире, и он продолжает привлекать новых фанатов каждый день. Конечно, масса и размер бойца не играют решающую роль в исходе поединка, но все же эти параметры очень даже важны, ведь огромный боец под 200 кг веса выглядит очень устрашающе. В этом выпуске я расскажу о пяти самых огромных бойцов ММА. Ну что ж, погнали! Хонгман Чой – известный южнокорейский боец смешанных единоборств. Азиатские фанаты и болельщики дали ему прозвище «корейский монстр» и «корейский колос». Он считается одним из самых крупных спортсменов в мире. Рост Чоя составляет 2 метра 18 сантиметров, а вес – 165 килограмм. При этом он страдает заболеванием акромегалии, который провоцирует постоянный рост и утолщение костей. Особенно в лицевой части. Его бойцовский дебют состоялся 19 марта 2005 года на этапе мирового гран-при К1 в Сеуле. В настоящий момент спортсмен не выступает. Эммануэль Ярбора – самый тяжелый боец в мире. При росте в 2 метра его вес составляет 320 килограмм. С самого детства у Ярбора были проблемы с весом. В 14 лет парень весил уже 163 килограмма, что поставило его жизнь и здоровье под удар. И только спорт смог спасти его в юношеские годы. Эммануэль начал заниматься дзюдо, вскоре перешел в борьбу, американский футбол и сумо. На ринге этого человека-скалу свалить с ног практически невозможно, а его удары способны сотрясти любого. К сожалению, в настоящее время Эммануэля Ярбора по прозвищу Кроха уже нет в живых. Мариуш Подзиновский – польский пауэрлифтер, пятикратный победитель конкурса «Самый сильный человек в мире». А это уже говорит о многом. Мариуш – чрезвычайно сильный человек и в 2009 году начал поступать в ММА. В 11 лет Подзиновский начал заниматься каратэ, в 13 лет улегся пауэрлифтингом, а в 15 лет начал заниматься боксом, которым прозанимался 7 лет. В ММА спортсмен выиграл 11 боев, из них 5 боев нокаутом и проиграл 5 боев. Рост бойца составляет 185 сантиметров, вес – 118 килограмм. А этого гиганта зовут Боб Сап. При росте в 195 сантиметров его вес составляет 150 килограмм. Настоящая гора мышц. Многих приводит в ужас одна мысль оказаться с таким на ринге. Первый бой в смешанных единоборствах Боб провел 28 апреля 2002 года, победив Йошихиса Ямамото. Крупногабаритный атлетичный Сап понравился японской публике и был приглашен выступать в крупнейшей организации – К1 и Pride. До этого Боб занимался американским футболом. Он даже подписал 4-летний контракт с командой Национальной футбольной лиги «Чикаго Бирс». Всего за плечами Сапа в ММА 11 побед, 8 из которых он выиграл нокаутом. Эрик Эш. Американский боксер-тяжеловес и боец смешанных единоборств. Более известный под своим прозвищем Баттер Бин. Когда Эрик начал заниматься боксом, в основном ему говорили, что из него не выйдет спортсмена, что с такой комплектацией он сдохнет после двух раундов. Однако Эрик доказал скептикам обратное и стал чемпионом мира по боксу. Благодаря своему весу Аэш весит 180 кг при росте 182 см. Он обладает сокрушительным ударом, от которого падало много именитых бойцов. В ММА Эш провел 24 боя, из которых выиграл 14. А перед тем, как попрощаться, хочу посоветовать вам крутую онлайн-рпг-игру Black Desert. В ней вас ожидает огромный реалистичный мир с отличной графикой. Для начала вам нужно выбрать себе персонажа. Их здесь несколько. Воин, Лучница, Варвар, Колдунья, Мистик, Ронин и Валькирия. Каждый персонаж наделен определенными способностями и навыками. Например, Лучница отлично стреляет из лука на дальние дистанции и хорошо уворачивается от атак. А Варвар предпочитает ближний бой. У него самый сокрушительный удар и тяжелая броня. Такого победить очень сложно. Развивайте своего персонажа, сражайтесь с другими игроками, повышайте свой уровень и станьте лучшим из лучших. Ссылочку на игру я оставлю в описании. На этом все. Друзья, если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайк. И также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. А я ненадолго прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова